Ну что же, мы с вами переносимся в Рио. Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачете после четвертого дня Олимпиады. Пока большинство россиян спали, в копилку нашей сборной после очередного соревновательного дня добавились одна золотая и одна серебряная медали. На счету российских спортсменов 12 медалей, 3 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых. Итак, третью награду высшей пробы России принес дзюдоист Хасан Халмурзаев в финале Олимпийского турнира весовой категории до 81 килограмма. 22-летний россиянин одолел соперника из США Трэвиса Стивенсона. Бой закончился на третьей минуте, Халмурзаев уложил американца на лопатки. Судьи оценили прием россиянина по максимуму ипоном, что означает безоговорочную победу. Как только Халмурзаев одержал победу, он заплакал от счастья, а Стивенс полминуты пролежал на татаме, отказываясь поверить в случившееся. Кстати, американец повел себя по-спортивному. В отличие от других западных атлетов, он не поддался истерии, которую устроили его коллеги по сборной за допингового скандала. Он четко заявил, что у него нет никаких вопросов к россиянину, победа заслуженная. Шестое серебро России принесли гимнастки, они повторили успех мужской команды. Россиянки уступили только команде США. Американки были явными фаворитками гимнастического турнира и выиграли его с хорошим отрывом. А вот за два других призовых места развернулась серьезная борьба, и команда России смогла буквально вырвать серебро у китаянок. Сложно было такого ожидать, но смогли собраться после двух видов и сделать отлично опорный прыжок. Молодцы! Отыграть у китаянок 2,5 балла – сильнейший результат. Сделали все, что могли. Сегодня на Олимпиаде в Рио разыграют 20 комплектов наград, и мы рассчитываем на медали в пяти видах спорта, в том числе в плавании – 200 метров брасом. Именно на этой дистанции выступит наша Юлия Ефимова. Совсем недавно на турнире в Лос-Анджелесе она проплыла ее первой, показав лучший результат сезона. Но вот в какой воде приходится плавать спортсменам? Бассейн для прыжков в воду в Олимпийском Рио неожиданно позеленел. В такой воде не то что устанавливают рекорды – ноги мочить опасно. Позеленение, вероятно, произошло из-за неисправного фильтра или некачественной воды. Ну вот у Майкла Фелпса вода в бассейне была чистой. В четвертый соревновательный день легендарный пловец творил сенсации. Он стал 21-кратным олимпийским чемпионом. Только вдумайтесь, в четвертый соревновательный день он выиграл 4 золотые медали и стал героем интернет-мемов. Вот исходное фото – суровое лицо и дьявольский взгляд. Это реакция Фелпса на южноафриканского пловца, который пытался шутить и кривлялся в комнате перед выходом на бортик. Ну и по интернету теперь гуляют тысячи остроумных картинок с подписями под лицом Фелпса. Поклонники пловца запустили хэштег «Фелпс Фейс» – лицо Фелпса, которое означает недовольство каким-либо событиям, а также сравнили пловца с героями звездных войн.